Хей, ребята! Всем привет! Вы на канале ZBoyka. Сегодня 1 августа, и сегодня начинается мое летнее путешествие. Вот там вот, номер 17, это наш. Мы с мамой уже приехали на вокзал. Сейчас уже прибудет поезд, отбываем мы в 3.10, прибываем во Львов, мы в 4.50 утра. Хоть я только из дома, но я уже сильно хочу есть. Жду, когда прибудет поезд, мы поедем, чтобы мы можем было поесть. Мы уже в Киеве. Ничего не видно, правда? У нас в поезде выключили свет, теперь такая романтическая обстановочка. Всем спокойной ночи! Мы уже приехали с мамой Львов, сейчас около 6 часов, а заселение в отель у нас около 9. Нужно погулять часа 3. Я не выспавшаяся, потому что в поезде я почти не спала, не могла уснуть. Слушала почти всегда музыку. Так что пока ходим, гуляем, рассматриваем. Идем с мамой в центр Львова. Так тихо на улицах, нет людей практически. Я бы каждый день ходила и кайфовала. Просто наслаждаться тишиной и красивыми улочками. В общем, такое дело, на крыше трава растет. Зашли с мамой в какой-то маркет, прикольно, булочки есть и много продуктов таких самых важных. Ребята, мы уже заселились давно, сейчас, наверное, около часа дня, заселились мы около 9. Я уже собралась, как вы можете заметить. Мы с мамой поспали, потому что мы были очень сильно уставшие. И сейчас мы погуляем по Львову, так как Львов это не конечная наша точка. Мы завтра рано утром уезжаем кое-куда. Поэтому погуляем совсем, буквально немножко, повторюсь. И затем придем обратно в номер, ну, в наш хостел и будем отдыхать. И давайте я вам покажу сейчас наш хостел. Вот наша дверь, но я уже стою в нашем хостеле. Я уже зашла. Вот я, всем привет. И мы сейчас будем двигаться. Что мы тут видим? Ну, вот мы заходим. Тут стоят тапочки разные, наши с мамой кроссовки. Двигаясь направо, видим, где мы спим. Тут, конечно, немножко разром, потому что, ну, да. Вот тут просто кровать. Стоит наша вещь. Есть телевизор, по которому идет что-то. Так, чисто на фоне. Здесь дверь. Выход на балкон. Вот, на этот балкончик выход. Ну, и со спальня, в принципе, все. Тут тумбочки есть. Все как положено. Удобная, обычная кровать. Передвигаясь прямо от этой двери входной, мы можем увидеть ванную комнату. Раковина, мыло. Я в зеркале. Здесь у нас душевая кабинка. Ну, туалет, швабра, мусорка, бумага. Все как надо. И сразу от ванной комнаты. Вот прямо, это самая прям, прямо от входной двери. Можно заметить кухню. Здесь все очень уютненько. Столик. Посидеть можно. Тут все есть. Вот так вот оно выглядит. Даже телевизор один. Тут холодильник, чайник. Есть плита, кастрюли. Ну, как бы все очень удобно. Можешь приготовить сам себе и душ. То, опять же таки, очень удобно. Даже вон фен лежит. Все есть, что надо. Но дело в том, что тут сделано так, что помимо нашей комнаты есть еще одна комната, где могут жить люди. Оно сделано как бы ванная и кухня общая, а у вас спальни разные. Но мы с мамой попали в такую дату, вот сегодня на завтрак, когда здесь никого не будет. Вот так вот выглядит эта комната, вторая, где могут спать люди. Но, как я уже сказала, здесь никого не будет. Но я заходить туда не буду, потому что, в принципе, мне туда не надо. Это не мое. Так очень уютно. Поселилась очень доброжелательная женщина. Есть все, что нужно для комфортной жизни. Поэтому, безусловно, советую, если кто будет останавливаться здесь. Мы наконец-таки с мамой пойдем, сели в такое-то уютное место. Сейчас принесут, покажут, что мы будем кушать. Нам принесли попить апельсиновый фреш. Сейчас будем пить и ждать наше основное блюдо. Вот, нам принесли нашу пиццу, которая пахнет очень вкусно, и два апельсинового фрешика. Так что, приятного аппетита нам! Субтитры подогнал «Симон» Мы попали с мамой на какую-то барахолку. Я Падат Малевич. Класс! А я – Лиза Бойко. Зашли в Олёску Астельпон. Оно как будто какой-то торговый центр. Я хожусь по Европе, а не по Украине. Реально, настолько большой. Это такой большой выбор. Но хочу свежего. Сейчас мы с мамой скутимся, а потом покажу, что мы купили. Быстренько показываю, что мы купили. Вот это вот всё мы купили с собой. Здесь два контика с маршмеллоу, два скитуса фруктовый ягодный, арахис в шоколаде, зефирки, чипс в сметанной зелень, орешки кишью, два йогурта, которые будут здесь, мама, потому что я не люблю йогурты. Обычный чёрный чай, печеньки с арахисом, два круассанчика. Вот это вот всё мы возьмём с собой завтра. Кое-куда узнаете, куда именно, типа позже. А здесь находятся блинчики с яблоком, блинчики с вишней и две лапки курочки грильки, блинчика тоже по два каждого. Ну, всего четыре. Это мы сейчас с мамой этим будем ужинать. И вот это вот всё вышло примерно на 35 гривен. Я считаю, что это вполне приемлемая цена, потому что мы довольно-таки много всего взяли. Мы этого возьмём в автобус, так как нам по-любому захочется есть. И, в принципе, еда тоже, в которой мы сейчас будем есть, вполне приемлемая цена. Мы в этим наедимся, может, даже останемся на утро, посмотрим. Так что, мне кажется, вполне меняемые цены. Ребята, сейчас, наверное, около пяти-шести часов вечера. Мы поужинаем, пока умоемся. Наверное, уже будет около восьми, там помоем голову, сходим в душ. И будем наше заспать, потому что нам вставать очень рано. Нужно спеть на автобус, встретиться там кое-как с кем. Но, опять же-таки, вы узнаете всё немножко попозже. Так что, хочу сказать сразу сегодня всем спокойной ночи. Ну, либо же доброе утро, когда вы это смотрите. Но для меня это спокойной ночи.